Заведующая отделом по международным связям Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Айбенис Исмайлова от имени женщин общины, направила обращение спецпредставителю Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев Анджелине Джоли, в связи с Всемирным днем беженцев. В обращении азербайджанской общины Карабаха говорится. Мы в течение многих лет следим за вашей деятельностью, как гуманиста, филантропа и посла доброй воли. Следим за вашими визитами в различные регионы, где происходят экологические катастрофы. Видим, как вы оказываете помощь беженцам, людям, страдающим от войн, голода. Ваш имидж, как человека, посла доброй воли, активиста, воодушевил нас написать это письмо, дал надежду. Около 30 лет Азербайджанская республика страдает от оккупационной политики Армении. Несмотря на то, что уже 25 лет, как объявлен режим прекращения огня, периодически на линии фронта происходит перестрелка, гибнут солдаты, иногда погибают также проживающие в зонах конфликта мирные граждане. За пять лет с начала войны около миллиона человек вынуждены были покинуть оккупированные Армении территории Азербайджана. Миллион человек, чьи города, районы, сёла были оккупированы, поселились в безопасных районах Азербайджана. Эта жизнь, которая продолжается в течение последних 30 лет, сломала судьбу четырёх поколений. Старики, покинувшие родную землю в преклонном возрасте, жили в палаточных лагерях в других городах. С надеждой ждали того дня, когда вернутся на родные земли и умрут там. В стране оказалось много беженцев. Мы, женщины, вынужденные переселенцы из Карабаха, приглашаем вас в Азербайджан. Хотим поделиться с вами своими воспоминаниями, рассказать о детстве, юности, домах, родных землях, где остались могилы родственников. Хотим донести до мира правду о трагедии, пережитом нами горе, актер Потроевских лагерей и равных кредиций белых лагерей и смартных темы. Recent все в мире были получают благод, а у нас есть секунды.